Здравствуйте, Вин Винч, очень рад вас видеть, да, у нас. Расскажите, с чем вы пришли, с какой проблемой? Слава, у музыкантов одна проблема, с которой они идут к мастеру. Перез бытов занятий? Пока есть инструмент, значит, эта проблема будет существовать. Приобрел себе очень дорогой инструмент, это Янакисабо ВО-37. Очень мне нравится, но проблема у меня, я не знаю, то ли она во мне, то ли в инструменте. Altissimo, верхний регистр, возникает проблема, то есть сходу не берется. Когда занимаешься, вроде все в порядке, особых трудностей не испытываешь. А когда выступаешь где-то или в записи, или в концерте, обязательно промахнешься. И вот там нотка ля, ля-ди-си, до, до, ди-с-рэ, есть опасность, что не возьмется. И, как правило, в самый неподходящий момент, это знакомая история. Вы еще озвучили также, что по сравнению с Ямахой и Сельмером здесь немножко посложнее. Да, посложнее. Вот я беру, я думаю, может быть, дело во мне. Я попробовал даже эсочку поставить от Сельмера, потом эску поставил от Ямахи Кастом. Вот, полегче. Но тембр сразу меняется, тембр не тот уже. Вот, не родной его тембр. Понятно. Ну, собственно, я со своей стороны озвучу, что обнаружено было. В принципе, инструмент в порядке, но я заметил, что очень мало открывается октавник на теле инструмента. Вот этот нижний октавник. Да, нижний октавник на теле инструмента. И когда инструмент сам попробовал поиграть, действительно есть небольшая проблемка с верхами, то есть вот такая небольшая нестабильность. Но также я обнаружил, что ноты второй октавы, ре, мифа, соль, которые с октавником на теле, немножко октавит вниз. И решили попробовать просто приоткрыть чуть побольше октавок на теле. И, в общем, данная проблема исчезла. То есть все это решилось буквально в 30 секунд. Понимаете, вот это как у врача, у хорошего. Я сейчас вот обращаюсь к нашим зрителям, к нашим слушателям. Вот очень важно правильную диагностику провести. И для этого мы идем к хорошим специалистам. Потому что уже, когда пошла работа, там тоже, конечно, у Славы не только руки золотые. У него золотые мозги и, не знаю, какое-то сердце из какого-то композитного материала, в который входят самые дорогие материалы. И, видите, как все быстро решилось. А сколько проблем у меня было и в сердце, и в мозгах моих. Мне хочется отметить работу вообще салона. Вот, и здесь большая очень какая-то подвижническая деятельность. Сколько мастер-классов интересных, сколько встреч необходимых просто. Все образования вот за последние годы я в основном получаю, общаясь вот в этом салоне с его удивительными людьми. Это не реклама, это констатация факта. И мое сердце принадлежит вам. А уже не даме. Самое главное, что проблема была устрелена буквально в считанной секундой. И у меня настроение совершенно другое. Поэтому я предлагаю сейчас пройти в хинкальное. Отметить... Видимо, мне это радостное событие. Потому что день я отказался брать. Не за что, работы практически никакой не было. Понимаешь, дело-то... Я понимаю, что, может быть, самой работы технической, может быть, и не так много было, только ее практически не было. Но определить, продиагностировать и определить болезнь, и одним мгновением руки ее решить, это мастерство уже. Идем. Идем.